Привет, с вами Сойер, это канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше, и сегодня поговорим про хороший и плохой код, рассмотрим на примере два варианта и попытаемся разобраться, почему я считаю один код плохим, а другой хорошим. Речь пойдет о функции, рекурсивной функции расчета факториала, и здесь сразу скажу, что рекурсивность выбрана не случайно, она добавляет к рассмотру примеров определенного смысла и нюансов, потому что рекурсия это сложная на самом деле конструкция, которая требует дополнительного внимания, и вот здесь в этом примере она очень, на мой взгляд, даже интересно смотрится. Да, то же самое можно сделать без рекурсии, да, без рекурсии возможно будет лучше, но именно с позиции демонстрации рекурсия подходит более чем. Давайте посмотрим на код. На самом деле два варианта функции выглядят практически одинаково, разница только в одной строчке, вот в этом сравнении, где у нас проверяется, что n меньше нуля, и в случае чего делается вот этот return. И как раз вот эта строчка, об этой строчке я говорю, как о строчке, которая делает левую функцию плохой. И вот в этом видео я объясню, почему я так считаю, и попытаюсь дать советы, как можно было этого избежать, или как можно улучшить эту ситуацию. Для того, чтобы понять, что такое хороший и плохой код в контексте этого обсуждения, давайте поймем две вещи. Первое. Часто плохим кодом называют некрасивый код, то есть код плохо оформленный, неопрятный, с плохими именами переменных и так далее. Вот в данном видео я это не имею в виду. В данном видео под плохим кодом имеется в виду код, который добавляет неопределенности в программу и, соответственно, добавляет состояния, которые должны быть, дополнительные состояния, которых можно было бы избежать и которые должны дополнительно контролироваться. И таким образом плохой код является сложным кодом. То есть основной императив программирования это то, что у нас код должен быть максимально простой, эффективный и ясный. И вот в данном случае я считаю, что как раз левая функция, она неэффективная, неясная и поэтому плохая. Почему это так? Давайте разбираться. Смотрите, начнем с того, что рассмотрим законное, скажем так, использование функций с валидными данными. Три варианта функции, куда передается числа 3, 300 и 30 тысяч. И та и другая функция ведет себя абсолютно одинаково. С учетом того, что это рекурсия, при больших значениях у нас выдается исключение, да, стэк переполнен. При достаточно больших значениях факториала выдается инфинити. Это уже особенность JavaScript, но при малых значениях выдается корректное значение факториала. Здесь важно, что обе функции ведут себя корректно и одинаково. И, соответственно, в части корректных данных одинаковое поведение говорит нам о том, что, в общем-то, пока это обсуждать смысла не имеет. А вот весь разговор будет касаться некорректного поведения. Потому что, как вы понимаете, в программировании самое сложное не реализовать корректное поведение, а добиться того, чтобы были корректно обработаны нештатные ситуации, отклонения. И добиться того, чтобы их возникало как можно меньше. Поэтому именно некорректное поведение и способы его обработки – это приоритет номер один любого разработчика. И вот с позиции как раз поведения при некорректных данных, их называют еще мусором на входе, мы сейчас и посмотрим на эти две функции. Смотрите, как только мы начинаем передавать разные значения, у нас поведение функций при получении мусора резко меняется. Правая функция, она сохраняет свое поведение, выдавая ровно один и тот же результат – исключение переполнения стека. То есть, обработав любое из этих исключений, в любом из этих случаев, мы автоматически обрабатываем все остальные. То есть, нам нет необходимости думать, какие варианты поведения функции есть. У нас есть всего, на самом деле, два варианта. Это корректное значение типа number и некорректное значение. Таким образом, правая функция реализует стратегию, которая называется «Мусор на входе, ошибка на выходе». Эта стратегия применяется в случае, когда речь идет о приоритете корректности программы. То есть, в соответствии с тем же Маканеллом, корректность и стабильность работы не может быть всегда максимально эффективна одновременно. То есть, мы должны выбрать что-то одно. Либо мы склоняемся в пользу корректности, и тогда ошибки не должны замалчиваться, а должны как-то всплывать наверх. Их должен анализировать разработчик и устранять. И добиваться тем самым повышения корректности. А в случае с устойчивостью, наоборот, ошибки должны максимально обрабатываться автоматически, сводиться к каким-то незначительным ухудшениям программы. Ну, то есть, если у нас есть какая-то обработка данных, которая не очень важна в данном контексте, то лучше сохранить работоспособность программы, чем всплывать и показывать ошибку. И вот правая часть – это как раз реализация стратегии мусора на входе и ошибка на выходе. А вот какую стратегию реализуют левая часть – непонятно. Все дело в том, что мы видим абсолютно разное поведение относительно мусора на входе. И когда у нас есть разное поведение на выходе при разном поведении на входе, это называется мусор на входе, мусор на выходе. И в данном случае данная функция как раз эту стратегию реализует. И опять же, согласно того же МКНЛ, в промышленном коде такое недопустимо. Это признак непрофессионального проектирования функции. Если мы хотели добиться поведения мусор на входе, ничего на выходе, то функцию нужно было спроектировать иначе. И вот в этом вся проблема левого кода. Все дело в том, что добавление вот этого условия в том виде, которое здесь приведено, оно не добавляет корректного поведения и не добавляет устойчивого поведения. Более того, она ухудшает ситуацию. Разработчик должен понять, как ему обработать функцию, если она вернет None. Это первый вариант развития событий. Второй вариант это Exception. Это второй вариант событий, который он должен обработать. Исключительно имеется ввиду. Третий вариант это Undefined. То есть разработчик, забыв обработать одну из веток работы программы, соответственно создает скрытый баг, который может реализоваться в любой части программы. Это нарушает принцип fail-fast, fail-hard. То есть мы здесь где-то ошиблись, у нас выдался None, мы его не отловили, потому что, например, смотрим только на Exception и на Undefined. И все, у нас пошла гулять эта переменная с неверным значением. И мы уже где она всплывет и как она себя проявит, не знаем. То есть мы не можем в момент возникновения проблемы получить ошибку, либо каким-то образом обратить внимание на ситуацию. И проблема в том, что три возможных варианта развития события против одного Exception это плохо. Это первая причина, почему я говорю о том, что вот убрав это условие и сведя его к поведению только с исключениями, мы резко повышаем возможность контроля потока выполнения. То есть нам уже не надо каждый раз в случае использования функции все три варианта, варианты слева, рассматривать. Нам достаточно обрабатывать исключения, причем даже если мы это забыли где-то сделать, там в тесте мы один из вариантов выдал исключения, и все, у нас уже как бы программа, покрыв это исключение, автоматически покрывает все остальные исключения. И, собственно говоря, получается, что если нас устраивает стратегия на входе мусора, на выходе ошибка, то правый вариант абсолютно нам подходит. Он позволяет реализовывать корректную программу. Но в мире JavaScript есть неприязнь или такое нежелание работать с исключениями. Если мы посмотрим стандартную математическую модель и модуль работы с математическими функциями, там нет исключений, там есть возвращаемое значение на. То есть в JavaScript философия языка говорит о том, что мы должны реализовывать стратегию мусор на входе, соответственно, ничего на выходе. Что в данном случае значит ничего? Ничего это какое-то специальное значение, которое будет иметь смысл того, что данные не могут обработаны быть корректно. В данном случае это none, да, not a number. И, соответственно, в соответствии с философией мусора на входе, ничего на выходе, мы должны возвращать нам в случае, если у нас чего-то не получается рассчитать. Таким образом, вот этот return, он является проблемой. И он является проблемой, потому что разработчик, используя returns undefined, не указав ничего, это undefined, он создает нестабильную ситуацию, непонятную ситуацию. Потому что на практике undefined это состояние неинициализированных переменных, это результат работы функции, которые не возвращают результат. То есть undefined, он ничего не говорит, у него нет никакой семантики. Это абсолютно, ну, то же самое, что null, это абсолютное значение, которое не несет никакой информации. И в данном случае оно еще создает двойственность. То есть в одном случае мы вернем none, в другом случае мы вернем undefined. И мы не можем, глядя на параметры функции, не глядя на реализацию, сказать, почему это так. И это как раз создает двойственную ситуацию, это запутывает разработчиков, которые используют эту функцию, это создает дополнительный код по отслеживанию ненужного состояния. Поэтому правильным было бы вместо return undefined сделать none. И мы сильно улучшаем код просто вот таким небольшим изменением. В данном случае мы получаем none. У нас получается, соответственно, всего два варианта, которые мы должны контролировать. И теперь все варианты, где мы забыли проверить undefined, они становятся абсолютно нормальными, потому что нам достаточно проверять только одно значение. Мы упростили код, мы упростили количество вариантов, которые нужно анализировать, мы упростили комбинаторную сложность. И тем самым мы сделали код лучше. То есть если код стал проще, если количество невалидных состояний уменьшилось, то мы считаем такой код хорошим. То есть вот такой вариант, это уже сильное улучшение того, что у нас есть. Дальше нас интересует вот этот момент. Смотрите, у нас, когда мы передаем объект, возвращается исключение. А мы хотим, чтобы у нас не мешалось две стратегии. Нам не нужны ошибки на выходе. Мы хотим придерживаться стратегии мусора на входе, ничего на выходе. То есть нам здесь тоже нужно вернуть none. И здесь мы сталкиваемся со второй проблемой вот этого кода. Это обработка входных данных, их проверка методом черного списка. То есть мы говорим, с какими данными мы не будем работать, вместо того, чтобы сказать, с какими данными мы хотим работать. И для того, чтобы реализовать стратегию ничего на выходе, нам нужно теперь сюда добавить проверку объекта. Если мы будем придерживаться опять же стратегии черного списка, то мы будем сюда добавлять объекты. Потом окажется, что если мы вместо объекта передадим строку, то то же самое будет исключение. Мы сюда опять добавляем строку и так далее. Мы никогда не сможем быть уверенными стопроцентно, что в черном списке содержатся все значения, которые мы не можем обработать. Поэтому правильным в данной ситуации будет использовать стратегию белого списка. То есть мы должны делать условия не от того, с кем мы не будем работать, а с тем, с кем мы будем работать. То есть мы должны проверить, что n является числом, положительным, больше равный нуля. И тогда во всех остальных случаях выдать none. И как только мы сюда внесем такую исправленную проверку, вот здесь у нас исчезает exception, появляется none. И вот таким образом у нас здесь появляется однородное поведение, везде отображается none. То есть мы возвращаем ничего в случае неуспеха. Но для этого нам надо полностью переделать это условие. Оно не верно. И остается вопрос вот с этим exception. Все дело в том, что пока есть этот exception, мы опять же делаем микс двух стратегий. Ошибка на входе, мусор на входе, ошибка на выходе, мусор на входе, ничего на выходе. Поэтому нам нужно еще добавить проверку и свести вот этот случай, найти значение, которое у нас факториал, больше которого факториал становится infinity. И для всех этих значений выдавать infinity. То есть сюда добавить тогда еще проверку, которая будет заменять вот этот exception на infinity. И к сожалению это будет не гарантировано, потому что в данном случае это рекурсия и все равно она будет зависеть от состояния стека в момент вызова. Но с учетом того, что все-таки стек достаточно большой и максимальные значения, после которых выдается infinity, они такие большие, то скорее всего там в 99 случаях из 100 все будет хорошо. И мы тогда здесь заменим поведение на обычное значение infinity, infinity и здесь у нас везде будет none. Это будет поведение в соответствии со стратегией, мусор на входе, ничего на выходе. Но, как вы понимаете, здесь появится достаточно большое сложное условие для выдачи none, еще одно условие для того, чтобы выдавать infinity и риск, небольшой риск exception все равно сохраняется. Поэтому в случае с рекурсией и когда речь заходит о все-таки обработке ситуации, которые не являются нормальным потоком выполнения, на мой взгляд вот этот вариант будет намного предпочтительней. Ну и в любом случае вот такое условие, которое возвращает undefined, возврат undefined в JavaScript это вообще вопрос такой. То есть если вы возвращаете undefined, 20 раз подумаете, а делаете ли вы это правильно, либо это вы делаете, потому что не знаете, что вернуть. Скорее всего вы будете возвращать undefined, потому что не знаете, что вернуть. И как только вы начнете возвращать undefined, у вас начнутся множиться проверки в других местах, где вы будете проверять, а вообще существует ли у вас переменная, которую вы получили на вход. У вас будет приходить n и вы будете еще там отдельно проверять, а существует ли n, если ее не существует, тогда что-то там возвращать. Это как раз все идет из-за возвращения значения undefined. Нужно понимать, что undefined это все-таки служебный тип данных, он используется для определенных случаев в JavaScript и возвращать его как собственное значение неправильно, потому что он не несет никакой семантики. И заменить его лучше на специальные значения, которые предназначены, либо это null object, либо это none, если это речь идет о математике и так далее. Поэтому в любом случае добавление вот такого условия, оно ухудшает вашу ситуацию, делает поведение функции нестабильным, неоднородным. И соответственно вы так или иначе в какой-то из моментов пропустите какую-то проверку и у вас появится скрытый гуляющий баг по системе. Поэтому, казалось бы, хотели как лучше, получилось как всегда. Не надо усложнять код там, где его можно не усложнять, там где в принципе можно реализовать стратегию с ошибками на выходе. Надеюсь, я смог вас убедить, что вот такие необдуманные условия, которые часто делают не только новички, но и сеньоры, они не несут ничего хорошего. И стоит хорошо понимать, сохраняется ли однородность на выходе вашей функции, не меняете ли вы тип данных и вообще с каким типом вы работаете, можно ли его как-то характеризовать. Все это сильно помогает осознать вот как раз необходимость дополнительных проверок или в данном случае важность того, чтобы лишние проверки просто так не делать. Ну а с вами был Сойер, спасибо, что слушали, до свидания.